Подозревали, что будет непросто. Так оно и складывалось. Очень хороший, квалифицированный соперник. Не наша кухня, в чем там секрет, в чем проблема. Но мы серьезно, очень серьезно готовились, опасались. Команда, которая, может быть, мало забивает, много создавала голевых моментов, и только какое-то невезение не позволяло команде выигрывать. Это так и есть. Есть группа очень хороших атакующих футболистов. Это, в принципе, они подтверждали. Но, скажем так, первую часть первого тайма мы контролировали полностью, ничего не давали создавать. Потом немножко провалились. И здесь уже в дело вступил наш вратарь, где он нас в нескольких эпизодах, надо откровенно говорить, выручил. Выручил. И в одной из контратак в конце тайма мы получили численный перевес. Понятно, что, казалось бы, да, численное преимущество, но в обороне у соперника мало что меняется. Наоборот, компактность линий, компактность линий очень сложно в этой ситуации создавать. Но мы терпели, раскачивали и в одной из фланговых атак, в общем-то, забили гол. Там уже было полегче. У нас появились зоны. К сопернику нужно было отыгрываться. Но, опять же, наша болезнь, мы эти быстрые атаки не довели до логического завершения. И, в общем-то, матч так держал напряжение до самого финального свиска. Спасибо. Вопросы? Что, шок? За меня был. А поэт не со центральной площадью? Ну, у него проблемка со спиной. И позвонок выскакивает, напрягается задняя поверхность бедра. Поэтому не искали арестовать. И, ну, возникает болезненное ощущение. Пришлось. Это вынужденная замена. Первая матча в сезоне с нулем пропущенных мячей. Вы довольны? Ну, конечно, довольны. Конечно, довольны. Ну, и мы еще раз говорим. Был там ряд эпизодов, где мы чуть-чуть не доиграли. Ну, опять же, я говорю, что соперник обладает качественными исполнителями. И в те эпизоды они были, в общем-то, близки, чтобы открыть счет. Спасибо. Еще раз вопрос. Ну, Дмитрий Хатлов признался, что попадает в отставку. Ты уже второй тренер московского клуба после поражения Таринбурга. Есть ли какая-то закономерность, вы считаете? Да, ну, какие-то это вопросы непонятные, если честно, для меня. Какая может быть закономерность в течение обстоятельств? Не более того, мы сами были два тура назад, скажем, в такой же ситуации, точно в такой же ситуации, ни больше, ни меньше. Но турнирные таблицы оно держит, оно очень тяжело отпускает. Поэтому почивать на лаврах еще и рано, да. Нужно двигаться вперед. Все настолько хрупко, этот мир, так что мы не расслабляемся, есть над чем работать. Немножко передохнем и будем, двинемся дальше в путь.